станешь ли ты помогать не знакомому человеку просьба помощи от которого ты нашел на одном из городских форумов тем более если надо будет рискнуть своим здоровьем и придется иметь дело с криминальными личностями мы живем с парнем у нас маленький ребенок и недавно я узнала что он начал торговать наркотиками меня это очень сильно напрягает я за него переживаю естественно мне хочется чтобы у ребенка был отец я договорился о встрече с одной девушкой чтобы подробнее выслушать ее и понять смогу ли я ей чем-то помочь а давно начал заниматься этим я так подозреваю что около года он мне никогда об этом не говорил но у него появляются какие-то друзья в кухнике куда-то он пропадает так чем он раньше занимался он раньше работал шиномонтажки а калонцы судился как-то там привлекался так а чем вот я помочь что в этой ситуации смогу я не знаю мне хочется чтобы кто-то на него как-то повлиял потому что я пыталась с ним разговаривать но он не хочет просто со мной говорить он говорит отстань это не твое дело я правда очень переживаю не хотелось бы чтобы там дело дошло до полиции или еще как-то то есть к полиции прибегать не стоит кому сейчас подробнее рассказать вот с кем он общается имена фамилии как они друг друга называют ну вот я говорю я знаю вот только если враги у него ну да недавно он пришел весь избить и сказал что подрался с антоном тоже из соседнего дома с парнем а каким образом он торгует он может среди ночи ему кто-нибудь позвонить он может стать собраться уехать 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 там по метру уже бывает так мне 15 минут куда-то выходит и не говорит никуда ни с кем встречается пока может сказать как ребенка вашего зовут хостик у нас он в садик в какой садик недалеко от дома да так ну значит в общем договорились ты можешь мне как-то в контакте он наверняка в соцсетях есть можешь дать нем всю информацию она предоставила мне всю информацию которая не узнала и мы решили перейти к делу ты уначале не дашь фотографии но номер телефона так и также еще думаю ты будешь готова сказать какие-то определенные моменты вот где он сейчас находится либо может либо че как-то через его знакомых конечно если это поможет обратишься ко мне девушки я точно узнал дату и время где будет находиться барыга который подозревается в наркоторговле серёга да ты серёга и короче антон передал на держи антоха антоха передал зная имена его некоторых знакомых я без проблем передал ему короб спроси его позвони спроси я купил специальное устройство которое замаскировано под коробку при открытии которой выбрызгивается краска алло алёша ну чё ты слышишь меня нет имея достаточной информации о нем о его знакомых и о его последних действиях я позвонил ему и начал его шантажировать ты алёша эти говорю слушай можешь даже не пытаться смыть эту краску ты все равно размажешь только еще больше ее понял кто такой блэ конь в пальто вот кто такой ты сейчас синий весь сидишь я сейчас вызываю наряд ппс ников и ты прям щас сядешь прямо сегодня и надолго понял кто такой тебя это вообще не должно ты понял кто я такой знаешь разницу между получить краской в лицо или получить по лицу ты эту разницу узнаешь когда на зоне начнешь отличать получил ты по жопе или получил в жопу за что ты пиздюкам наркоту толкаешь я тебе сейчас что хочу сказать ты заебал наркотой торговать выбирай в общем или либо эти сейчас ментам сдаю либо ты нахуй просто уезжаешь из этого города понял мой интерес есть в этом поверь мне как бы веришь ты мне или нет мне пофигу я знаю что ты на большакова на днях буквально закладку сделал я использовал информацию которая дала его подруга ведь она активно за ним наблюдала в последнее время это по-любому было давить на большакова во дворах и чё ты знаешь для кого ты ее делал ты его делал для твоего пиздюка костика которому блять пара лет всего от от роду которому няня 184 садике случайно скормит эту дрянь у какого костика блять ребенка твоего наркоман блять у моего костика нет блять у другого нахуй твой же 184 садик ходит ах ты сука слушай от тебя будет зависеть будет ли он жить твой малой или не будет жить когда хочешь вывести человека из себя и чего-то от него добиться иногда надо идти на крайние меры возвращаешь сейчас своему дружбану все что у тебя осталось вся эта хер и говори что ты уже нахер завязался этим понял и ты нашел нормальную работу как раньше в шиномонтажке своей ну допустим ты в другую ты в город другую уедешь и делай там чё хочешь но как бы завязывай со своей торговли со своим барыжницам в любом случае я узнаю барыжишь ты или нет мне тебя твои друганы сольют меня слышно я думаю чё ты блять думаешь пока ты думаешь у меня пара друганов есть которые не прочь твою подружку трах уж извини но я не удержался и сказал что ты на восточке живешь тебя это волновать не должно твое дело маленькое звонишь своему антохе сейчас и говоришь что ты завязал либо мы твою закладку с большакова скармливаем костику твоему а подружка твое просто трахает вот и все я тебе дал время ты решай давай понял что ты решил ты скажи мне что ты решил ты его так сейчас называешь уже да чё говорит на работу иди давай отмывайся алёша они-то тебя менты сейчас первые же поясники повяжут все давай я не знал повлияет ли мой разговор с ним на его дальнейшие действия и я снова встретился с его девушкой ну что таня как у тебя дела что нового на днях он пришел ужасно злой весь в какой-то краске не знаю что с ним случилось он со мной не разговаривал мне ничего не объяснил мы тогда после этого сразу переехали к моим родителям с ребенком потом нам все-таки удалось поговорить и он обещал что он больше не будет этим заниматься и зовет нас переехать к моим родителям ничего себе а когда собирается я пока еще ответа ему точного не дала но скорее всего все-таки поеду с ним ближайшее время к его родственникам то есть думаю все будет лучше да наркоторговля порождает преступность а жертвой преступников можешь стать ты или кто-то из своих близких причем совершенно случайно ведь беда приходит в дом неожиданно спасибо за просмотр чуваки а футболку как у меня вы можете найти в нашем паблике вконтакте ссылку найдете в описании